Молодежный хоккей в эфире Матч ТВ сборной России продолжает серию против сборных юниорских лиг команды. Первый матч против сборной КВБ, ну и пятый матч по ходу этой серии. Ваши комментаторы Виталий Магранов и Александр Хованов. Ситуация для сборной России, когда нужно выигрывать, иначе об успехе в данной серии говорить не придется. Я так думаю, что задача у молодых ребят в серии матчей против сборных молодежных лиг Канады. В каждой игре выигрывать не всегда это получается. Сегодня соперники в соперниках сборной лиги КВБ, причем в этой сборной аж 11 возвращенцев. Именно не из сборной Канады, а именно из сборной команды лиги КВБ. 11 возвращенцев с прошлого года, из них 6 защитники. Достаточно, ну скажем так, опыт, скорее всего, на стороне все-таки молодежной лиги КВБ. Посмотрим, во что это все транслируется в матче. Владислав Сухачев защищает ворота сборной России в этой игре. 18-летний голкипер, воспитанник Челябинского. Хоккея на его визави Колумбут, 30-й номер. Голкипер, которому 19 лет, в четвертом раунде выбран Каролиной в 2015 году. Его статистика в лиге КВБ в этом сезоне, процент хороший, да и приближается к 2,5 шайбам за игру. Для молодежного хоккея это цифры серьезные. Я бы тоже сказал, да, что именно для молодежного хоккея, где забивается огромное количество шайб, Это цифры даже не то, что хорошие, это вообще просто отличные цифры. Сегодня, правда, противостоять ему будет сборная команда России под руководством Валерия Николаевича Пурагина. Стартовала встреча, первое вбрасывание за хозяевами площадки. У россиян первая тройка на льду Данила Квартальнов, Александр Волков и Кирилл Ураков. Первая пара обороны Руслан Петрищев и Егор Зайцев. Момент у ворот сборной России, бросок, поворотом бросок, который блокируется отважно нашим игрокам. Руслан Петрищев принял шайбу на себя, после чего принял на себя силовой прием. Выходит из зоны россияне. Хороший атаку проводит первая пятерка канадцев. Пьер Люк Дюбуа в центре, Алекс Дости и Жульен Гатье, крайние нападающие. Первая пара обороны Жереми Лазон и Филипп Майерс. Что отмечают все специалисты и к чему нужно быть готовы сборной России. В этом матче, так это к тому, что очень хороший подбор защитников. И все защитники, собственно говоря, двигаются, двигают шайбу вперед. Очень здорово поддерживают атаки, очень здорово. И поэтому можно ожидать, что очень большими силами атаковать будет сборная молодежной лиги Квебека в этом матче. Вторая тройка нападения у сборной России. Яков Тренин играет в центре. Герман Рубцов сегодня крайне нападающий. Ну и Виталий Абрамов еще один игрок с краю. Вот такое сочетание. Два человека, представляющие как раз лигу Квебека. Вбрасывается шайба в зону. На выходе играет Бут. Отправляет передачу на своего партнера. И нужно назад бежать россиянам и отрабатывать в оборону. Перевод на противоположный край. Всполнили канадцы. Вторая пара защитников у сборной России. Артем Волков и Тимур Фадкулин. Перехват. Сразу передача налево. Рубцов с шайбой закатился за синюю линию. Пошел в обводку. Бросок с неудобной. Хороший момент сам себе создает Рубцов. Действительно великолепный проход. Причем на скорость получил шайбу в средней зоне. Пошел на защитника. Сумел сохранить шайбу. Выиграть единоборство. И нанести первый бросок по воротам канадской сборной. Денис Алексеев, Данил Юртайкин и Роман Крикуненко. Третья тройка нападения сборной России. В третьей паре обороны Камиль Фазалзянов и Григорий Дронов. Играют шайбу у седьмого номера у Романа Крикуненко. Потеря в центре площадки. Атакуют канадцы. Будет простреливать. Нет, подержал шайбу Александр Ален. Открыли твилист на этот заброс его партнеры. Но дальше разбирается в ситуации Григорий Дронов. Активные канадцы в чужой зоне двумя нападающими. Причем на скорости фактически летят на защитников сборной России. И в этом отношении как раз одна точная передача на выходе зоны сильно упрощает задачу молодежной сборной команды России. Когда это получается, тогда получается сохранить скорость в средней зоне. И проводить атаки на ворота сборной Квебека. Вброшена шайба в зону российской команды. За воротами идет борьба. Четвертая пара защитников у нас уже появилась. Артем Чмыхов и Александр Щемеров. Ну и в четвертой тройке нападение. Вместе с Кириллом Беляевым играют Никита Ли и Павел Корнаухов. С нашим составом закончили. Но я уже по ходу игры буду представлять сборную главной юниорской лиги Квебек. Три минуты сыгран. Довольно активный хоккей предлагает команда Доминика Дюшарма. Главный тренер Квебекской сборной. Он с самого начала серии путешествовал вместе со сборной России. Так получается. И наблюдал за всеми ее матчами. Ну и уже успел на скамейке поработать в качестве тренера сборной хоккейной лиги Онтарио. Ему же ввести сборную Канады на молодежный чемпионат мира. Поэтому не случайно такое пристальное внимание. Бросок. В ближний угол. Вышеваров летит в шайбу. Павел Корнаухов попытал счастье. И раздается свисток. Встреча остановлена. Судьях сразу скажу. Оливье Гуан и Джонатан Трюдель. Главные арбитры в сегодняшней встрече. Лайнсмены Пьер Люк Уйо и Максим Манжон. Нам еще раз показывают проход Германа Рубцова. И так аккуратненько под клюшечку. Одному из защитников сборной молодежных клубика подпустил шайбу. И вытащил ее в центр. Все-таки нанес первый бросок по воротам Калама Буха. Хитро сыграл Рубцов. Игрок подмосковного Витязя. Дебютный сезон проводит в континентальной хоккейной лиге. Он пока не успел отметиться набранными очками. Смотря нападающие сборной России достаточно низко опускаются. Но таким образом упрощает задачу для защитников по выходу из-за поддавления. С другой стороны, надо не забывать, что тогда у защитников на синей линии, защитников канавской команды, пространства на синей линии побольше. И мы уже отмечали, что защитники все с очень приличным броском, которые много и любят атаковать, и много атакуют. Поэтому угрозы, создаваемые канадцами от синей линии, тоже как бы нужно уважать. Как раз вот то, что ты отмечал в первом матче, да, на... Во дворцах, как раз в молодежных лигах Канады, очень часто происходит, что лавки напротив друг друга. То есть не рядом, как обычно, в какие-нибудь дворца, а напротив друг друга. И сейчас здесь как раз в шкатуре именно такая ситуация. Николя Руа, Александр Фортен и Матье Жозеф. Вторая тройка нападения канадских команды на площадке. Самуэль Жерар и Томас Шабо. Соответственно, вторая пара обороны. Уже круг смен прошел. К второму пошли. Обе команды канадцы пытаются провести еще одну атаку. Пять мяча помогают нападающие российские команды в собственной зоне защитникам. Но, наверное, задача стоит в первый период. Вот даже не то, чтобы выстоять, а вот этот штурм как-то сгладить, сбавить его. А дальше уже можно будет подумать об атаке. Ну да, в первую очередь, конечно, надо постараться не дать канадцам преимущества. В самом начале матча мы видим, что начали они очень-очень активно. То есть смело бегут как минимум двумя нападающими в глубину зоны российской команды, таким образом струтняя защитникам. Возможность одной передачи выйти из собственной зоны и организовать атаку на ворота канадской команды. Но пока, надо сказать, усилиями, ну в том числе и нападающих получается это сделать. В этом отношении очень важно, чтобы как раз под давлением, в особенности крайние нападающие, помогали своим оборонцам по подбору шайбы и, соответственно, коротеньких, аккуратненьких передач. Так вот сейчас нападающий подъехал, даже вперед выйти не сумел, но тем не менее была простая передача у защитника на выход из зоны, потому что сделать этого не получилось. Перехватили шайбу канадцы, позиционную атаку проводят. Вот теперь можно и в отрыв попробовать убежать. Ускоряется, во всяком случае, неплохо. Данил Юртайкин приехал к лицевому борту, создал проблемы для защитника соперника. И вот здесь уже цепляется сборная России за шайбу. Передача от Алексеева на Юртайкина. Вдвоем попробовали выбраться от борта в центр, но не прошел этот номер. Смену проводят россияне, игра остановлена. Ну и нам напоминают голы, которые состоялись по ходу этой серии. Вообще любопытно. Иногда бывает сборная России уступает в первые матчи, и понятно, что уже не достать. И где-то даже подчистую канадцы выигрывали. Так было в прошлое время много раз. Но вот если удается зацепиться в первых двух-трех матчах, то это значит, что будет борьба, и это значит, что до последнего ты не знаешь, кто одержит победу. Ну и в этом отношении как раз победы к первому матче, то есть к стартовому матчу серии, она достаточно важна, потому что, ну, во-первых, вселяет уверенность, безусловно, а во-вторых, как бы хорошо демонстрирует качество, в которых можно, нужно побеждать канадцев на молодежном уровне. Поэтому как раз задача, конечно, усложняется тем, что сборная России проводит матчи с разными лигами, но с другой стороны, как раз посмотреть на возможности игроков в разных условиях, в каких-то разных команд, пускай и не так сильно разные, но тем не менее канадцы традиционно одна из сильнейших сборных, в том числе и на молодежном уровне. Четвертое звено. Беляев, Ли Корнаухов на льду. Довольно активно проводят свою смену, и на какое-то время заперли соперника в зоне. Ответ канадцев, контратака. Здорово действует Чмыхов, подстраховал своих партнеров и не дал игроку соперника вылезти на пятачок. Бросок с дальней дистанции. Сухачев все контролирует и отбивает шайбу блином. Ну и на самом деле помог защитникам Сухачев. В этой ситуации очень неплохо. На скорости двигались два нападающих канадца, и шайба продолжила движение на пятак, и достаточно уверенно Сухачев сыграл. Сыграл клюшкой, отпил шайбу, вынес шайбу с собственного пятака, но потом, после повторного броска, канадская команда уже отпил шайбу блином, и она оказалась, улетела за пределы площадки, после чего произошла остановка игры, и вбрасывание будет в зоне российских команды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Преодолевать? Ну, все-таки да, это вопрос к тренерам, да, тем более Валерий Брагин уже не первую свою серию со сборными командами юниорских лиг Канады проводит, поэтому как удобнее, удобнее, наверное, возвращаться. Но, с другой стороны, первый матч, мы с тобой комментировали, там практически 12 часов разницы, 11 часов разницы, слишком большая. Слишком большая разница во времени, так адаптироваться к такой разнице практически невозможно. Сейчас, конечно, уже можно сказать, что ребята привыкли к разнице во времени, но поначалу это чувствуется и может оказывать влияние на результат и на игру. И в этом отношении как раз очень важно начать хорошо. Момент у квартального передачи на пятачок не проходит, но здорово протащил шайбу девятый номер, капитан российской команды. Напомню, он отличился и в первой встрече, и затем во второй игре против команды западной хоккейной лиги. Забросил шайбу, на данный момент один из тех игроков, кто набрал три очка, два гола и результативная передача на счету квартального. В трех первых матчах капитан сборной России отличался, в первых двух забросил шайбу, в третьем сделал результативную передачу. Первый раз в четвертом матче остался без набранных очков. Данилов, ванку, в квартальном, попадающий из молодежной сборной России и ЦСКА. Ну, злее будет. Вбрасывается шайба в который раз в зону российской команды. Еще полпериода не сыграна, но постоянно вбросы. Вбросы давления, хорошая скорость в исполнении сборной Квебека. Ну и где-то оборонительный, где-то окопный хоккей в исполнении российской команды. Ждать, что так будет на протяжении 60 минут не стоит. Безусловно, потом момент появится. И на это, наверное, основной расчет атакуют канадцы. Бросок с неудобной, но не получается у Александра Фонтена. Вторая тройка на льду у канадской сборной. Руа оставляет шайбу в угол. Здесь ставит корпус. Защитник российской команды. И вот теперь можно выйти уже и в атаку. Артем Волков отправляет вперед своих партнеров. Шайбу у Рубцова. Нужно побороться в углу. Есть поддержка у Рубцова. Приехал как раз на подмогу Яков Тренин. Игрок Гатиного Олимпикс. Командой из лиги Квебека. Не случайно Брагин стоил воедино. Яков Тренин и Виталий Абрамов. Они один клуб представляют. И одну лигу. Ну и это возможность. Хорошая возможность для тренерского штаба. Молодежной сборной России. Как раз проверить на ребят. Которые и посмотреть на ребят. Которые играют в молодежных лигах Канады. Отпасный бросок. Много игроков. Там российских играет. Поэтому возможность сложить свое впечатление перед чемпионатом мира. Очень и очень важная. Ну а это момент который был у Александра Фортена. Причем потеря в средней зоне. И как бы очень здорово среагировал нападающий канадской команды. Правда справедливости ради практически. В той же смене и сборной России ответила атаку. Которую довести до броска не получилось. Но тем не менее выходил нападающий на ударную позицию. Здорово в обороне отработали защитники сборной команды Квебека. Не сказать что много бросков. 2-2 по попаданиям в створ. Но при этом на точке вбрасывание серьезное преимущество Квебек. 5-2 в этом компоненте. И наверное повнимательнее нужно отнестись к игре на вбрасываниях российской сборной. Обычно так вот рассматривают западную лигу. В основном силовую. Но я смотрю на ребята из команды Квебека. И такого хорошего габарита прям бросается в глаза. Я говорю, что 11 возвращенцев с прошлого сезона у команды Квебека. Ну и видимо подросли. За этот год действительно такая хорошая габаритная команда. Которая ни в коем случае не стесняется контакта игрового. И применять кровавые приемы в том числе и в зоне атаки. Юртайкин потерял шайбу в углу. Вообще долгая атака была у сборной России. Атака позиционная. Но никого вывести на ударную позицию не получилось. Смену сейчас проводит наш третье звено. Алексеев Юртайкин, Крикуненко уступают место своим партнерам. Не торопится с началом атаки Камиль Фазалзянов. Игрок Нижнекамского нефтехимика. Передача на правый фланг. И это проброс. Игра вернется в зону российской команды. Была статистика сейчас бросков на экране. Причем действительно учитывая, что больше 10 минут сыграли команды. Уже в первом периоде бросков действительно немного попыток. Может много, но бросков немного. Два броска по воротам сборной команды Квебека. Три броска по воротам российской команды и, соответственно, Сухачева. Но пока таких реальных моментов у ворот российской команды не было. И пока действительно такая борьба за инициативу. Если и говорили тренеры о том, что канадцы с первых минут попробуют эту инициативу захватить, попробуют создать преимущество, то, по крайней мере, в первой половине первого периода такое впечатление, что игроки сборной России к этому были готовы. И достаточно уверенно пока. Пускай и чуть больше обороняются, но, тем не менее, чувствуют себя и в обороне достаточно уверенно. Показали нам нашу скамейку Валерий Брагин, Олег Браташ, Юрий Бабенко. С Брагиным связаны наши последние успехи на молодежном уровне. И выходы в финал на последних двух чемпионатах мира золота 2011 года у всех, я думаю, крепко в памяти осталось. Олег Браташ вместе со Спартаком выигрывал кубок Харламова. Главный трофей молодежной хоккейной лиги. Но Юрий Бабенко свой тренерский путь, по сути, только начинает, хотя он, собственно, свою карьеру заканчивал. О нем уже говорили, как об играющем тренере. Ну, да, и опыта достаточно, и в том числе победного опыта, пускай на клубном уровне пока. Но, тем не менее, сейчас действительно такой переходный период для Юрия Бабенко. Если и тот же самый Брагин уже, ну, фактически сформировался, да, и мы во многом и его тоже ассоциируем с молодежной сборой. Команда России и Браташ, у которого тоже уже на клубном уровне и достаточно опыта, в том числе и в континентальной хоккейной лиге. И в молодежной хоккейной лиге сейчас возглавляет олимпийскую команду России Олег Браташ. Ну и Юрий Бабенко в некоторой степени, да, такой вот мостик к новому поколению хоккеистов, хоккеистов, которые сейчас на наших с вами глазах борются за победу в суперсерии в Канаде 2016 года. Юрий Бабенко, кстати, возглавлял ту часть молодежной сборной, которая не полетела в Канаду, которая играла на турнире четырех наций, и где есть, ну, что называется, железные кандидаты, те, кто поедут на молодежный чемпионат мира. Возвращаемся к игре. Россиянам приходится обороняться, к борту прижимает соперника Щемеров. Шайба переходит к Никите Ли, который, кстати, в позапрошлом сезоне играл в двух командах юниорской лиги КВБК. Виктория Виль и Сент-Джон, но сейчас мы его воспринимаем прежде всего как игрока московского Спартака. Ну и первая шайба в суперсерии 2016 года как раз на счету Никита Ли буквально в первой же смене забросил он шайбу в оборота сборной команды Западной лиги. Четвертая тройка канадцев на площадке. Антон Моран, Габриэль Фонтен и Жан-Кристоф Бюден, плюс пара защитников Симон Бург и Фредерик Алард. А вот теперь уже первое сочетание на льду. Проход совершил Алекс Дости, против него были нарушены правила и, насколько я понимаю, задержку соперника руками. Игрок нашей команды сейчас отправится на две минуты. Вообще много удаляемся по ходу этой серии. В этой ситуации Владислав Сукачев, безусловно, выручил сборную команды России. И Дости, причем на хорошей скорости, прошел среднюю зону, вышел фактически на защитников. Защитников в такой ситуации просто не позавидуешь. То есть вроде как надо ровнять скорость, а нападающему практически из своей зоны дали разогнаться. Ну и в этом единоборстве Дости сумел сохранить шайбу, нанести бросок по воротам Владислава Сукачева. После чего Зайцев нарушил правила и отправляется на две минуты на скамейку для оштрафована. Бросок по воротам Сукачева вылетает шайба за пределы площадки. Встреча остановлена в 24-й раз. Сборная России остается в меньшинстве по ходу этой серии. Три шайбы пропущены. Одна от западной сборной и две в матче под номером три от сборной хоккейной лиги Онтарио. Соответственно, как ХВГ, ну посмотрим. Вряд ли что-то будет принципиально отличаться. У них часто розыгрыш бывает похожий. Ну а отдельного времени, да, для того, чтобы наигрывать большинство у сборных молодежных лиг Канады нету. Поэтому такой согласованности ожидать не приходится. Но тем не менее, все ребята, поскольку выбор достаточно хороший, игроков у тренеров канадских команд, поэтому и все практически хоккеисты играют в своих клубах, в том числе и в большинстве. Поэтому по большому все-то не знают, что делать. Показывают проспектов подрастающих хоккеистов Каролины Харрикейнс, которые сегодня представляют лигу Кудака по суперсерии против сборной России. На синей линии расположился Алекс Дости, нападающий, играющий на позиции защитника. Перевод направо и сходит шайба с клюшки 27-го номера. Это Томас Шабо. Вот такой небольшой подарок сделал, а вот теперь уже опасные моменты. Налет падает Сухачев, продолжает разыгрывать канадцы. Шабо, мощный бросок, попадает шайба в лицевой борт. Добивание, два сейва Сухачева подряд и куча малана пятаки, но шайба-то не прижата. И вот только теперь раздается свисток. Очень опасный момент, но отбиваются россияне. Причем, насколько я понимаю, выносит шайбу в среднюю зону. Да, характерный жест арбитра был, и, видимо, там слишком активны были канадцы, да еще и... Очень долго. Причем, но в отличной позиции располагался. Судья в этой ситуации видел, что шайба не зафиксирована. Сейчас на этом повторе и нам. Это видно, что канадцы после наброса от синей линии и серии рикошетов сумели доставить шайбу на пятак. И, кстати, на самом деле этот жест может означать... Кое-что еще, да. Да. Поэтому сейчас дождемся решения. Потому что шайба располагается на центре. Этот жест в национальной хоккейной лиге означает буллит. Ну и в конечном счете, получается, разглядел. Судья очень долго не давал свисток, после чего шайба металась там на пятаке. И, видимо, в конечном итоге он разглядел, что кто-то из игроков российской команды накрыл шайбу своей перчаткой, своей рукой в площади ворот. За что по хоккейным правилам назначается буллит. И вот это вот отличие в правилах, когда судья показывает на центр по Северной Америке, означает буллит. У нас он только скрещивает руки над головой. И это означает буллит. Поэтому к этому тоже нужно привыкать. Ярлюк Дюбуа, капитан сборной КВБК, исполняет буллит. Бросок Сухачев в сейф. И показал ловушечку, да? Здесь вот шайба находится. Действительно выручил свою команду. Сухачев в этом эпизоде, но как-то немножко бесхитростно. Дюбуа и недостаточно сильно и высоко отправил шайбу. Опять же великолепная перспектива. Практически прямо в ловушку попал. Но и Сухачев. Надо сказать, что очень здорово дождался момента броска. То есть и Дюбуа ждал движения вратаря российской команды. Но, собственно говоря, прямо перед шайбой остался Сухачев. И в результате с броском Дюбуа справился. Выручил свою команду в первом периоде. Но вот тот план на повторе, он еще и показывает, что такое игра современного вратаря. Подъезжает нападающий, а куда бросать практически все перекрыто. То есть нужна либо исключительная точность, либо какая-то хитрость. Ничего этого Дюбуа не продемонстрировал. 25 секунд на большинство. У канадской сборной шайбы в зоне российской команды выигрывают подбор канадцы. Смена мест у игроков на синей линии. Передача по борту. Выскакивает шайба на пятачок. Но оттуда не следует бросок на свободный. Лед вкатил 42 номер Александр Фортен. Пятак перекрыт. Выброс. И можно игру продолжать. Проброса не будет. Пятый полевой появляется у российской команды на площадке. Чуть меньше 7 минут до окончания первого периода. Не совсем понятно, кого искал на пятаке перед воротами Сухачева, нападающий канадской командой, находящейся за воротами. Там было 4 игрока российской сборной и никого из канадцев. Ближайший человек был где-то на пол борта. Но туда шайбу нападающий отдавать отказывался. В результате выкидывала на пятак. Легко, легко шайбу подобрали в кисты российской команды и вывели ее из зоны. Ну и в результате первое большинство отыграли достаточно уверенно. За исключением эпизода, который привел к булиту в ворота российской сборки. Набрасывал на пятачок игрок российской команды. Поборолись партнеры. Но вот теперь выходит из зоны канадцы. Встречает атаку Егор Зайцев. Силовой прием против Брисбуа. По месту. Отсек нападающего от шайбы. И позволил уже партнеру на возврате спокойно подобрать шайбу и вывести ее из зоны обороны российской команды. Проблемы возникают у 44-го номера. Это Максим Камтуа. Не может пока что подняться со льда. Видимо в каком-то столкновении получил травму. Должны оказать ему помощь. Столкновение по средней зоне. И сейчас мы видим до сих пор не может подняться 44-й номер сборной КВБ. Причем 17 лет этому нападающему Максиму Камтуа. Давайте посмотрим. Столкновение. Ну да, опять же, видимо, было касание шлема. И не так, чтобы очень хорошо себя чувствует. Сейчас Максим Камтуа, хотя мы видим, что на самом деле ничего там не пытался сделать нападающий российской команды. Столкновение было, но столкновение не так, чтобы сильное. И совершенно неумышленно произошло столкновение в средней зоне. В пятом матче от сборной команды России и, соответственно, сборной молодежной риги КВБ. Ну такой несчастный случай, да. Можно сказать, что вот здесь, в Шикутиме, как говорят сами франкофоны, в 2007 году сборная России предыдущую встречу провела. Причем встреча победная. Хотя за сборную КВБ тогда играл никто иной, как Брэд Маршан. Ну и вообще небольшой такой город, даже это не совсем город, такой район городской агломерации, как это называется. Меньше 100 тысяч жителей. Ну и вот этот дворец, который не назовешь вместительным, скорее уютным. Тут даже 5000 зрителей не наберется, но, наверное, такого города и не нужно. А команда, представляющая юниорскую лигу КВБ, все-таки здесь присутствует. Ну и сегодня, да, в сегодняшнем матче есть два игрока из команд, которые базируются в Шикатуме. Это Никола Руа, 55-й номер сборной лиги КВБ и 58-й номер Фредерик Алан. Защитник, соответственно, нападающий и защитник. Поэтому поддержка, поддержка своим игрокам отдельная в каждом городе, где проводятся матчи Суперсерии. Ну и показывает, что в предыдущем матче тоже был буллит. Так, многовато буллитов для двух игр подряд. И я бы сказал, и вот как раз в четвертом матче серии против Лиги Онтарио этот буллит канадцы реализовали. А в сегодняшнем матче Владислав Сухачев свою команду выручил и таким образом не позволил канадцам выйти вперед. В пятом матче серии сборных команды России и молодежных лигий Канады. В той игре Антон Красоткин защищал ворота российской команды. Сегодня он вне заявки. Такой день отдыха получил Константин Волков, второй вратарь российской сборной в этой встрече. Ну и что касается Сухачева, статистика у него получше, чем у Красоткина. И получается, что оба вратаря провели по три матча. Одна победа записана на счет Владислава Сухачева. Момент у сборной России в обводку пошел Александр Волков. Мы постановили его Волков активен. Волков заметен буквально в каждой игре. Сам не забивал, но трижды партнером ассистировал. Вот всего у нас три игра. Как-то три очка набрал. Я про квартального уже говорил. Волков и есть еще Кирилл Беляев. Ну и в этой ситуации, да. Был самым первым нападающим. Причем на скорость шайку получил. Поэтому не без особого риска потерять. Потому что партнеры ближе к собственным воротам. Скорее всего подстрахуют. Попытался обыграть защитника канадской сборной. Не получилось. Но тем не менее, все-таки в единоборство попытался ввязаться. Что само по себе очень неплохо. Хорошая атака россиян. Несколько бросков. И подбор выигран. Яков Тренин поставил корпус и оттеснил соперника. Шайбы у Рубцова. Подравнялись, как видите, россияне по броскам. Вот как раз за счет этого нападения. Этой игры в нападении. И только сейчас канадцы выходят из своей зоны. Причем пробасываются. Игра вернется в зону хозяев. Ну и причем получается, что вроде как попытались начать поактивнее. Хоккеисты сборной команды Квебека. И им во многом это удалось. Хотя в бросковом преимуществе это не выразилось. Вот бросковое преимущество выросло перед большинством и во время большинства. Пока единственное удаление в сегодняшний матч. Удаление у сборной России. И в этом большинстве получилось создать такое преимущество в бросках у канадской команды. Но как мы видим, в последние минуты сборная Россия ситуацию выровняла. И уже несколько бросков по воротам бута нанесло. Нам показали сравнительную статистику команды. Бросковые цифры по этой серии в среднем на 10 бросков больше наносят канадские сборные. Я бы это связал еще и с тем, что россияне удаляются чаще в каждой игре. Количество удалений и количество возможностей разыграть лишнего больше у канадской команды. Ну и да, пока по броскам практически каждый матч выиграли сборные молодежных лиг Канады. Но что, во-первых, объясняется, конечно, преимуществом в количестве большинства. Ну и кроме того, канадский хоккей за много заточены на броски, немножко поменьше площадки. Так что это тоже не всегда количество бросков транслируется в победы. Преимущество по броскам транслируется в победы, как мы видим на примере и вот этой вот суперсерии молодежных сборных России и Канады в 2016 году. Еще один проброс и перемещается игрок в зону российской команды. Так на отрезке разбивается встреча. Да, поиграли в большинстве канадцы, неплохо поатаковали. Потом вроде бы россияне попробовали выровнять ситуацию. Но сейчас череда таких отрезков, когда команды, как говорят, без ворот играют. Действительно, такими вот перепадами лучше всего характеризуется молодежный хоккей, когда практически захватить инициативу у двух команд одинакового уровня по ходу матча не получается. То есть преимущество всегда переходит от одной команды к другой. Очень часто это происходит по несколько раз за период. Именно поэтому результаты, результаты игр молодежного, там, мирового пенска и вообще в молодежном хоккее так трудно прогнозируем и трудно предсказуем, если мы говорим о командах приблизительно одного уровня. Еще одна остановка. Алекс Барребулей, центр третьего звена на льду, был вместе со своими партнерами. Максим Камтуа и Александр Олен. Камтуа, кстати, вернулся на лед. Это можно отметить. У него были проблемы со здоровьем. Геом Брисбуа и Николянный Лошад. Третья пара защитных в сборной лиге Квебека. По составу вроде бы все. Рассказал. У нас сегодня играет Клим Костин. Вот на это можно обратить внимание. Но вообще, если вспоминать, как серия развивалась, из западной хоккейной лиги у нас было три защитника, поэтому не все игроки обороны получили сразу место в заявке из тех, кто прилетел из Москвы. А вот в Антарио и в Квебеке у нас больше нападающих, поэтому где-то форвардом как раз места не находится. Ну и кроме всего прочего, самый молодой хоккеист в этом составе молодежной сборной России, Клим Костин, ему тоже может быть две игры подряд, и еще и с перелетом тоже играть не следовало. 18 лет этому нападающему сборной России и московского «Динамо». Ну и отметился он уже передачей в третьей игре этой серии. Нам показывают Шабо, Томас Шабо, хоккеист, который в этом сезоне уже успел сыграть в «Анхайл». Выбран в 2015 году в первом раунде «Оттавой», и есть у него на счету и матчи национальной хоккейной лиги. Правда, вернули его в его молодежную команду после начала сезона. Но одна игра с показателем полезности минус два, руководство решило не трепить события, и пусть еще поиграет в юниорской лиге, наберется и опыта, и мастерства. Но это абсолютно нормальная ситуация для североамериканского хоккея. Меньше двух минут до окончания первого периода россияне уже пытаются прессинговать. Вот о чем мы говорили, да? Стартовый натиск был хороший у Квебека, а теперь игра выравнивается, и какие-то возможности появляются у нашей команды. Сухачев останавливает шайбу клюшкой, сильный через борт у Раков, ставит корпус, но приехал Руа и отобрал шайбу, бросок, отбивает Сухачев перед собой на пятаке. Это добивание, да, не мог найти шайбу. Хоккеисты потеряли ее из виду, и игроки сборной России, и игроки канадской команды. Ну, потолкаться можно и потолкаться, тем более на пятак лишний раз пускать таким бы большим не был. Руа все равно нападающих Канады не следует. Такая неприятная ситуация, когда сразу практически 10 полевых игроков потеряли шайбу из виду, и пытались ее найти. И из этого выросла неплохая возможность у сборной команды Лиги Клебека. И бросок, вывезли шайбу на пятак, и даже добивание там такое, что сделает. Но Сухачев надежно низ перекрыл, и не пустил шайбу в ворот российской команды. Этот матч показывает, почему еще имеет смысл нападающим идти на пятачок. Завалили защитника, да, прижата шайба, где-то там судья разглядел гулит, назначил штраф на досок на ворота. Еще один момент у ворот Сухачева. Концовочка такая, причем заточенная и на броски, и на движение на пятак. Игроки канадской команды, и вот в концовке первого периода такие парочка неприятных моментов у ворот сборной России. Но оба момента, в отличие от пылевых игроков, очень здорово распредел Владислав Сухачев. Это Матья Жозеф на ваших экранах. Игрок Сент-Джона, третий бомбардир лиги Квебека. Между прочим, 19 матчей, 19 заброшенных шайб. Ну и к этому еще 12 передач на партнеров. В общем, 31 очко, высокая результативность. Вообще лидеры в юнерских хоккейных лигах Канады больше одного очка за игру набирают. Причем сильно больше, там до полутора, до двух. В среднем доходе. Ну да, забивает много, и поэтому как раз статистика у воротаря сборной команды Канады, которые нам показывали, да, Калома Бута, перед началом, она действительно выдающаяся. Потому что в воротарей с процентом отраженных бросок больше 91 в молодежных лигах очень и очень немного. подходит к концу первый период, уступает по броскам сборная России. Но если по игре смотреть, то можно, можно с этими канадцами играть. И любопытно будет уже посмотреть, что будет во втором периоде. Пока немножко отдохнем. Возвращаемся в Шикутеми, провинция Квебек. Джордж Бизина центр. Вот этот ледовый дворец, построенный аж в 49-м году, принимает пятый матч суперсерии между молодежными сборными России и Нью-Йоркскими лигами Канады. Первый матч против Квебека 0-0 после стартового игрового отрезка. Россияне разок доиграли в меньшинстве, но был еще и буллит, исполненный первым люком Дюбуа. Счет 0-0, а потому Владислав Сухачев вышел победителем из этой дуэли. Заброшенных шайб в первом периоде не было. Может быть, небольшое преимущество было у канадцев. Просто по количеству созданных моментов у ворот Владислава Сухачева. Ну и пришлось поработать воротарю российской команды. Однажды сборная России играла в меньшинстве. Однажды ему пришлось выручать, когда был назначен буллит, в ворота российской сборной. Ну и на данный момент со всеми поросками. Канадцев в воротаре сборной России и игрок системы Челябинского трактора справляется и достаточно уверен. Нам показали нарушение шестого номера Егора Зайцева. Вот движение рукой, это, наверное, даже не какая-то там безаладная, выбранность, это вот нежелание уступать до конца. Пошел в единоборство, но при этом настолько увлекся, что две минуты выписал арбитр. А вот здесь где-то обнаружили игру рукой со стороны нашего хоккеиста. И был назначен штрафной бросок. Но Сухачев блестяще справился с этим. Не самым опасным, прямо скажем, броском первой люкой дебуа. Ну и что касается самого удаления Зайцева, единственного удаления в первом периоде, там действительно огромное преимущество было у нападающего канадской сборной. Соответственно, на скорости входил зону, никто ему не мешал. И в такой ситуации защитник. Нарушая правила, ну, собственно говоря, в единоборстве, которое могло привести к опасному моменту у ворот в российской команде. Поэтому во многом оправданное нарушение было, ликвидировало опасный момент у собственных ворот защитник российской сборной. Виталий Абрамов нам показали, воспитанник Челябинского трактора. Второй сезон проводит в главной юниорской лиге Квебека. В прошлом сезоне стал пятым бомбардиром. 93 очка набрал в 63 матчах. Ну и 13 баллов было набрано в 10 кубковых встречах. Выбран Коламбусом в 2016 году в третьем раунде под общим 65 номером. Возобновляется встреча. Начинается второй период 0-0 в игре между молодежной сборной России и сборной главной юниорской лиги Квебека. 10-6 по броскам в пользу канадцев после первого периода. 13-7 по вбрасываниям. Но ближе ко второй половине первого периода россияне начали выравнивать игру. Передача на синюю линию. Замах и бросок в дальний угол исполняет Филипп Майерс. Рядом со штангой пролетела шайба. Обороняться приходится россиянам в этой первой смене. Квартальнов играет на защитника. Шайба переходит к сборной России, но переходит ненадолго. А вот опасный момент. Квартальнов бросает из-под Майерса. Выше ворот. Выше перекладина летит шайба, пущенная девятым номером. Продолжается атака россиян. Такая вторая волна пошла. И уже подключается Артем Волков. Защитник 29 номер. Здорово огрызнули. Да, то есть канадцы первое выбрасывание и выиграли. Забросили шайбу в зону российской сборной. Но отоборонявшись нашли момент для отличной атаки ворота. И очень неплохой бросок получился у Данила Квартального. Квартального, правда, немножко неточный, но заставил понервничать. И вратаря сборной лиги Квебека, да и, я так думаю, и скамейничку. Потому что такой хорошей бросовкой из-за подзащитников получился у капитана российской сборной. Два представителя юниорской лиги Квебека в составе сборной России. В этой встрече статистика нынешнего сезона. Ну и он представляет, как я уже говорил, команду Гатина Олимпикс. Яков Тренин и Виталий Абрамов. Оба из Челябинска, кстати говоря. Вот второй сезон Абрамов проводит. Третий сезон в Гатина играет Яков Тренин. Нэшвилл. Второй раунд. 55-й общий номер в 2015 году. Ну и первая игра для них в этой суперсерии. Соответственно, хоккеисты, которые выступают в лигах, в юниорских лигах Канады, присоединяются к сборной России, когда, собственно говоря, суперсерия переезжает. И играется против команд, соответственно, тех лиг, в которых выступают хоккеисты. Вот против лиги Квебека в сегодняшней игре появились как раз два нападающих. Как Яков Тренин и Виталий Абрамов. Шайба в зоне канадской команды. Сколько раз комментаторы говорили по ходу репортажей. Второй период. Скамейка дальняя. Нужно аккуратнее меняться. На этой площадке все несколько иначе. Аккуратненько сейчас с плюшкой сыграл от Дронов. Могло показаться, что в последний момент... И Сухачев вылавливает шайбу из ближнего угла своей ловушкой. Вылавливает уверенно. Дронов толкается с игроком соперника. Вот теперь поехали в разные стороны. Но неприятный момент, на самом деле, создают канадцы. Ну и причем, да. То есть потенциально первый-то опасный момент мог куда опаснее возникнуть. Да, здесь убегал нападающий канадской сборной. Но очень здорово. Клюшкой сыграл Дронов. Таким образом, не позволив нападающему команды нанести бросок. Но буквально тут же канадцы отборолись за шайбу. И сразу после сбрасывания еще один момент у ворот Сухачева. И снова в ближний угол был нанесен бросок. На месте Сухачев надежно действует. Ну вот так по-простому. Заброс в зону. Других вариантов-то и не было у Кирилла Беляева. Махнул клюшкой. Шайба отправилась к воротам соперника. Почему бы и нет. А дальше бежать вперед. Дальше бороться. И шайба на пятачке. Бросок. Колумбут. Ближний угол закрывает. Его тоже потревожили. Павел Карнаухов. Атаковал ворота. Это тоже здорово. И забросили шайбу. Но на самом деле, может, это и не так, чтобы здорово забросили. Но отборолись за нее в первой зоне очень неплохо. И нашли на пятаке Павла Карнаухова, который с достаточно острого угла, но с очень близкого расстояния отправлял шайбу к воротам канадской команды. Пошли атаки в одну и другую сторону. И практически нет позиционного нападения. Зато сходу команд получается вот так разогнаться. Все пятерки там что-то придумать. И дальше уже отвечать на то, что предлагает соперник. Смена проходит, поэтому не торопится. Это Тёмчмыхов располагается за воротами. Ну и плюс канадцы достаточно активно начали второй период. Поэтому такая вот возможность поддержать шайбу. Отличная передача и момент бросок. Мог ведь отдать на левый фланг. Сейчас Александр Волков предпочел сам завершить этот эпизод. Говорили мы, да, что три передачи у Александра Волкова в этой суперсерии 2016 года. И сейчас действительно мог заработать четвертую. Пытался заработать первую заброшенную шайбу. Отлично организованно вышли из собственной зоны. Такая длинная передача под дальнюю синюю линию. Шайбу обработал Волков просто здорово. И в этой ситуации... Ну, на самом деле, может, немножко не с руки отдавать было. То есть с неудобной стороны крюка можно было попробовать сделать передачу. Переложить на удобную, скорее всего, не получилось бы. Потому что там игрок с Борной Канады возвращался и передачу перекрывал. Хотя была возможность на дальней штанге найти капитана российской сборной. А вот перед тем были, ну, фактически пустые ворота с Борной Канады. Показали нам статистику Волкова в этом сезоне. В высшей хоккейной лиге 11 матчей в составе Сканилы. Две заброшенные шаги. И может быть, как раз этот вот опасный момент у ворот Канадской сборной. И показывает, за счет чего можно. Можно разбираться со сборной лиги Квейбека. Длинные передачи на скорости к среднюю зону нападающим. В принципе, если проходят, то в себе определенную опасность несут. Прострельная передача от Жозефа подставлена клюшкой игрокам сборной России. И миновала угроза. А вот теперь, может быть, и ответ какой-то получится. Но в сторону ворот Шаби направил Егор Зайц. Никого не было из партнеров рядом. Вот теперь появились россияне и активно вступают в борьбу. Ну, видим мы силовой прием в исполнении 24-го номера нашей команды. Ну, а предыдущий опасный момент у своих ворот. Такая передача, поперечная передача на дальнюю штангу. А как раз прервал эту передачу Кирилл Ураков. Нападающий здорово отработал в оборону. И таким образом не позволил Канадсу создать опасный момент у ворот Шахачева. Пять минут сыграно. Четыре броска в створ было нанесено. В первом периоде в два раза больше времени потребовалось на такие же показатели. Вошли в игру команды. Ну и плюс, я бы сказал, что по нацелению на ворот в втором периоде. Но канадцы начали достаточно активно. Но и сборная России отвечает опасными моментами, когда такая возможность возникает. Бросок в сторону ворот. Добивание очень опасное. Атаковал с пятачка Яков Тренин. Будут на месте. Да, теперь уже время вручать свою команду у канадского воротаря. И снова наброс на пятак от защитника. Шайба не дошла до воротаря. Упала где-то чуть пораньше на пятаке. И в конечном итоге оказалась на клюшке у Якова Тренина. И тот с обратной стороны клюха поднимал шайбу в дальний верхний угол. Но не так высоко. Вот здесь видно на этом повторе. Пошла шайба. И поэтому сумела справиться с броском нападающего российской команды Колумбу. Повторяем на моменты у ворот канадских. Ну и все эпизоды, в том числе из первого периода. Хорошую смену провели Тренин Абрамов и Рубцов. Два игрока из Лиги Квебека. Вообще, если сравнивать с предыдущими годами, для Брагина наличие кистов из Северной Америки – это не всегда усиление. Они не всегда ярко проявляют себя на молодежном чемпионате мира. Ну и не надо забывать, да, что, ну, как бы, в команде четыре первых пятерки иногда и не нужны. То есть, как правило, ребята, которые играют в юниорских лигах Квебека, они играют во многом в нападении. И поэтому в сборной необходимо предусмотреть массу совершенно различных вариантов. Можно понимать, кто будет играть в большинстве, кто будет играть в меньшинстве, кто будет играть в самые ответственные моменты, моменты матчей. И поэтому не всегда как раз есть надобность в игроках, которые будут только забивать и много забивать. Вот сейчас первое большинство у российской сборной в сегодняшнем матче. Причем уже минуты сыграны, так сразу было непонятно, кто и за что удалился. Симон Бурк присел на две минуты за атаку игрока, не владеющего шаби, и, более того, за атаку вратаря Владислав Сухачев это большинство заработал. Но новости плохие, на самом деле. 14-я попытка уже в этой серии, ни одной заброшенной шайбы пока. Да, статистика. Ну, надо сказать, что наверняка на этом этапе подготовки к молодежному чемпионату мира и такой задачи наиграть в большинство пока перед игроками не ставилось. Хотя, конечно, до этой встречи 13 попыток и ни одной заброшенной шайбы хорошая реализация большинства могла бы очень сильно упростить жизни российской команде, но не в этой серии. Просто это не про нас. Хотя наверняка с какой-то схемой выходят, да, кисты с какими-то общими рекомендациями от тренерского штата. Может быть, не так детально разбирают, но и не совсем с чистым листом. Вброс в зону, ловят шайбу ловушкой своей бут и, по сути, большинство заканчивается. Предпочитает, да, остановить, остановить нам, кстати, вот дают статистику по всем четырем играм. Да, то есть было 13 возможностей, это 14 возможностей, пока реализовать большинство у российской сборной не получается. Ну и сейчас так немножко удивительно для меня. Такой наброс, наброс на ворота из средней зоны, и вратарь канадской сборной предпочел остановить игру в этой ситуации. Там две секунды оставалось до выхода пятого полевого игрока у сборной команды лиги Хвойбек. Шайба в зоне сборной России, прессингуют канадцы. 42-й номер приехал в угол Александр Фортен. Игрок самого представительного клуба в этой команде. Игрок Руанды, пять человек. Причем это команда, которая стала чемпионом лиги Хвойбека в прошлом сезоне. Чмыхов сильно по борту. Приходит шайба к Никите Ли, его оттесняют. Однако продолжается атака сборной России. Бросок в ближний угол, и вновь по работе ловушка Калума Бута. Хороший позиционный атака, причем использовали практически всю зону нападения. Игроки сборной России и нанесли бросок с одного фланга. Потом поменяли сторону, подняли шайбу к синей линии снова. И нанесли еще один бросок по воротам канадской команды. Пока найти шайбу на пятаке удается нечасто, но и такие моменты возникают. Но, тем не менее, броски в направлении ворот. Сборные лиги Хвойбека идут с регулярным постоянством. И не дают заснуть в воротарю канадской команды, нападающей сборной России. Но, возвращаясь к игрокам, которые в канадских лигах играют, но просматривают с тренером сборной России, для них факт нахождения в Северной Америке – это зачастую не плюс. Брагин понимает, что да, у вас там высокая результативность, вы там в лидерах команды, но было уже не раз, что хоккеист приезжает на чемпионат мира, и эта результативность иногда сохраняется, но все равно это выглядит не так ярко. Я даже могу пример привести на Илья Якупова. Уж кто-кто по юниорам феерил. Ну и здесь, конечно, в России, во-первых, на виду хоккеисты у тренерского штаба молодежной команды, во-вторых, подавляющее большинство из них играет уже не в молодежных командах, а в высшей хоккейной лиге. Мы с тобой когда комментировали первую встречу, ты сказал, что хоккей молодеет. Я вот так подумал, может быть, молодежный хоккей как раз взрослеет. Это ведь тоже посерьезнее тренерские штабы, больше трансляций, больше внимания болельщиков. Это тоже происходит? Ну, сейчас, да, переход из молодежного хоккея во взрослый попроще проходит и в Северной Америке, и у нас, да и в целом в Европе. Поэтому хоккей меняется, хоккей становится быстрее, хоккей именно поэтому и молодеет чуть-чуть, и поэтому как раз на этих ребят и обращают внимание. И за ними следят очень и очень внимательно. Ну и, соответственно, у них больше возможностей себя проявить получается. А как раз-то это суперсерия традиционная со сборными молодежных лиг Канады, но она уже традиционная и как тоже, как один из серьезнейших этапов подготовки к молодежному чемпионату мира, где, на самом деле, собирается огромное количество уже и скаутов, и где за вот этими вот ребятами, которые сегодня защищают это сборной России и сборной лиги Куйбека, уже очень внимательно смотрят, расценивая их перспективы во взрослом хоккее. Тренин выполняет передачу на партнера. Бросок, который блокируется, и мог получиться опасный отрыв у Канадцев. Молодцы наши защитники успели назад вернуться, и соревнования в скорости выиграли. Очень широко располагались на синей линии в зоне нападения, в результате чего у Канадцев появилась возможность попробовать убежать в контратаку, но действительно защитники вовремя среагировали и сумели эту угрозу погасить еще на входе в зону сборной России. Залзянов выбрасывал через борт, не вышла шайба за синюю линию, претенгуют Канадцы, приходится помогать в обороне Якову Тренину опускаться аж к лицевому борту. Позиционная атака у сборной Куйбека. Перлюк Дюбуа за воротами, капитан Канадцев, бросок, не видит шайбу, как это мгновение Сухачев, но и угроза миновала. С очень нежного угла атаковал ворота нападающей канадской команды, но и в этой ситуации очень внимательно за ближним углом следил Сухачев. Атака 3-2, бросок, Сухачев отбивает шайбу, и хорошо, что не позволили добить в этой ситуации. Может быть, и ответить чем-то получится. Роман Крикуненко ускоряется, ставит корпус Майерс, Крикуненко поборолся и вот так шайбу в борт направил. В итоге приехал сюда еще один игрок сборной России. Ну, во всяком случае, лишних метров не отдаем сопернику. Да, достаточно активная нападающая сборная России, по крайней мере, в чужой зоне. По крайней мере, раньше времени не откатываются и в своем движении пытаются заметить развитие атак канадской сборной. Виталий Абрамов, который перед началом второго периода давал интервью к канадскому телевидению. Его, это как раз рост российской команды, но вот на этом турнире, первый раунд драфта, соответственно, два человека. Рубцов, который принимает участие в сегодняшнем матче, и еще Михаил Сергачев, который тоже в этом сезоне проходил предсезонку с Монреалем, но в итоге оказался в юниорской лиге Онтарио. Вернула канадская команда его в его клуб молодежной лиги. Выходят канадцы из зоны, отборолись у борта, следует вброс. Спачеву нужно вступать в игру, и он накрывает шайбу. Так, такая серьезная стычка намечается. Во всяком случае, массовая. Корнаухов одного игрока на себя взял, там еще и другие пары образовались, но вроде эмоции успокаиваются. Интересный момент был в одной из предыдущих смен. Вышел Сухачев из ворот и сыграл клюшкой за лицевой линии, и за пределами вот этой трапеции, нарисованной за воротами. Это у нас повод поговорить об отличиях в правилах Северной Америки и в Европе. Вот сейчас вы можете видеть линию за воротами Сухачева, и за ней вратари в Северной Америке играть клюшкой по шайбе не имеют права. Это наказывается двухминутным штрафом. Но в Суперсерии это правило не действует. Хотя мы видели, да, вот разницу в правилах, как показывали буллит. Буллит показывают по-своему. Все-таки суди североамериканские. А трапеция, хоть она и осталась в разметке на Суперсерию, но вот это вот правило как раз в Суперсерии не действует, поэтому можно играть вратарям, в том числе и канадским вратарям, которые, ну, уже привычны к тому входу к этой трапеции, к тому, что играть клюшкой шайбов в углах не разрешается. За это наказывается команда двухминутным штрафом, ну, вратарь, в частности, двухминутным штрафом. Но вот в Суперсерии, хотя нельзя сказать, что игра клюшкой такая сильная страна, ну, в данном случае российский вратарей, но, тем не менее, все равно было бы неприятно получить удаление из-за того, что, ну, у нас, как бы, этой трапеции не существует, вратарей, которые играют клюшкой все-таки и стараются помочь своим защитникам, то есть за это бы тоже не хотелось получать двухминут. И самое главное, к этому подстраиваться было очень и очень непросто бы, переезжая всего там на две недели на Суперсерию в Канаду. Ну, эта история развивается, конечно, из национальной хоккейной лиги, где в свое время было принято решение увеличить результативность, в том числе и таким способом, да, чуть ограничить зону ответственности вратарей, потому что некоторые голкиперы, вроде того же Мартена Бородова, чуть ли не роль третьего защитника исполняли, всю лицевую линию перекрывая. Да-да-да, именно это и направление, потому что, ну, сейчас и клюшки вратарские становятся и легче, и удобнее. Да, их контролировать, то есть, там, в мое время деревянную весломку попробую эту шайбу. И вообще-то оторви, не такая простая задача была, в целях того, чтобы как раз вот вратарей вот сейчас, причем даже по привычке видно, перед лицевой линией постарался обработать шайбу вратарей сборной команды Канады, чтобы вратарей не помогали защитникам, в особенности в углах, таких совершенно правильно отметил, то есть, есть вратарей, которые клюшки играют просто здорово. И Мартен Брадор был один из лучших вратарей в этом компоненте сейчас, Бян Бишоп, но и российские вратари, которые переезжают в Северную Америку, тоже, безусловно, не только учатся играть и играть клюшки, но и намного лучше играют клюшки, помогают своим защитникам, потому что это, в принципе, входит в некоторой степени даже в обязанности вратарей клубов национальных хоккейной реги. Мне было бы любопытно посмотреть, как Пека Рина выглядит в роли полевого игрока. Задатки есть у человека. В середине второго периода разбивается игра на отрезки потихоньку, но, если вы обратили внимание на статистику, 6-5 по броскам в пользу российской команды, и вот неплохой шанс был у Канадца для того, чтобы цифры выровнять по второму отдельно взятому периоду. Терять шайбу в своей зоне тоже не следовало. Вроде как-то не особо и под давлением находились защитники, но он не сумел обработать шайбу. Один из них, и в результате у Канадца появилась возможность перевести атаку, перевести игру в зону сборной команды России. И хотя до этого казалось, что без особого труда защитники российской сборной смогут вывезти шайбу из зоны обороны. Квартальных пытался помешать Николя Руа. Доставил шайбу в зону российской команды, но там не задерживаются Канадцы. Правда, и россияне сейчас пробросились. Еще одна остановка. Перехватили шайбу на входе в собственную зону и пытался такой передачей через, ну, ближе к синей линии зоны атаки отправить своего партнера в контратаку защитник российской сборной. Но не получилось этого сделать, не получилось обработать шайбу у нападающего сборной России. И в результате проброса и шайба вернется к воротам Владислава Сухачева. Нам показали результативность в главной юниорской лиге КВБ. Николь Руа, седьмой бомбардир, 14 шайб в 17 матчах. Еще и 16 раз партнером ассистировал 30 очков. Да, самая высокая результативность для лидеров в юниорских канадских лигах. Небольшая стычка в ворот Калума Бута. Берет паузу, водички попить. Судьей пообщаться о жизни. Четвертый по проценту отраженных бросков в нынешнем сезоне в КВБ. Какой отскок неприятный для сборной России. Два в одного выхода канадца. Прострельная передача. И эта передача не проходит. Заблокирован бросок. И, собственно говоря, из этого и вырос. Достаточно опасный момент у ворот российской команды. То есть задача защитника, который набрасывает шайбу от синей линии, в первую очередь, да, отправить мимо нападающего, выдвигающегося на... Будет еще одно удаление. Так, и Сухачев должен сейчас ускориться на скамейку, да, поменяться на шестого полевого игрока. И за воротами пока что прячется Артем Волков. Ох, какой отскок. Но не будет атаки 6 на 5. Но игра переместится в зону канадской команды. И второе большинство у сборной России. Второе удаление у команды КВБ в этом периоде. Отмечали мы, что достаточно активно пытаются сыграть канадцы в чужой зоне, не давая защитникам время развернуться с шайбой и принять решение. Но вот в этой ситуации с нарушением правил действовал нападающий... нападающий канадской сборной Алекс Тости. И, соответственно, заработал 2 минуты. Еще одна возможность у сборной команды России поиграть в большинстве. Поход второго периода вторую же возможность предоставляют канадцы. Алексей Фьюртайкин-Крикуненк. Третье звено на площадке. Пара защитников, позолзианов, дронов. Шайбы в зоне сборной России. И таким простым действием в Канаде свой игрок. Несколько секунд для своей команды в меньшинстве. Крикуненко оставляет Юртайкину. Юртайкин закатился в зону. Передача направо. Алексеев пас через борт. Крикуненко. Вошли здорово. До стороны поменяли и установили контроль над шайбой. Это все по науке сделали. Нападающий сейчас... Надо найти игрока, да, для завершающего броска. Юртайкин держит шайбу. Бросать отсюда рискованно. Вариант только отдать за ворота на Алексеева. А вот шайба на пятачке. Оказалось, там позолзианов поборолся, но без броска проходит эта атака. Зашли в зону здорово, но разыграть так и не смогли. Доставить шайбу до игрока, для того, чтобы кто-то нанес такой акцентированный бросок по уранской сборной пока не получается. Передача не самая точная в исполнении Дронова. Но все-таки дошла до нападающего. Это сильная передача от Дронова. И правда в борьбе. Хоть она и дошла до нападающего, но в борьбе уже попал в зону нападающей российской команды. И там канадцы в итоге сумели отобрать шайбу и выбросить ее из собственной зоны в меньшинстве. Абрамов выполняет вброс, сам же устремляется за ворот. Клюшкой играет Бут. Шайба приходит к Якову Тренину. Здорово разыграли. И вот теперь позиционное нападение. 15 секунд не так много, но можно довести дело до броска. Передача на лицевую линию. Обратный пас. И нет броска из круга вбрасывания. Хотя позиция-то неплохая была. Вот теперь контратака канадцев. И здорово ставит корпус Артем Волков. Не пускает игрока соперника. Вперед. Да, спину поставил нападающему сборной команды Канады. И таким образом просто не позволил ему зайти с шайбой в зону российской сборной. Опять же большинство закончилось в равных составах. Сейчас команда, сборная команда России продолжает контролировать шайбу. И проводит смену. Пока защитник сборной России Артем Волков контролировал шайбу. Все его партнеры успели смениться. Еще одна канадская атака. Здесь нет численного преимущества у хозяев площадки. Сегодня, кстати, сборная КВБК и по правилам является хозяином. Указано второй, как это часто делают в Северной Америке. В заключительной игре этой серии номинально хозяевом будут россияне. Бросок прямо в Сухачеву попадает шайба. Хотя все равно бросок плотный получился. И где-то даже потерял ориентацию Сухачев. По-моему, просто в шлем попала шайба после броска нападающего канадской команды. И даже показывал Сухачев, что было бы неплохо игру остановить. Но судьи этого не сделали. Снова закатывается канадца в зону. Держа клюшку в одной руке. Дебуа нашел продолжение. Передача на пятачок. Бросок и гол. Жульен Готье открывает счет в этом матче. Совсем один остался на пятачке и нанес неотразимый бросок. Передачи из-за ворот отборолись нам нападающие. И своевременное открывание Готье на пятак. Ну и Сухачев в этой ситуации просто не успевал переместиться. Для того, чтобы среагировать на бросок Готье. Ну и опять можно отметить Фьера Люка Дебуа. Вот здесь он доборолся. Прокинул шайбу дальше на Александра Фортена. И передача из-за ворот. Вроде как, да, читалась передача как раз за воротами, да. Которая позволила канадцу сменить фланг атаки. И Егор Зайцев клюшку-то на линию передачи поставил для того, чтобы ее перехватить. Но в результате шайба все-таки дошла до Дебуа, который уже выложил шайбу под бросок Готье. И тот открывает счет. И еще один момент. Достей бросает. Сухачев был последний, на кого вообще надежда могла быть в этой ситуации. Пар таких неприятных бросков. И самое главное, начали канадцы. Вот в последней смене получается. Причем оставил на площадке то звено, которое отличилось. Тренерский штаб канадской команды. И получается сразу два броска в одной смене нанесли эти нападающие. Один из которых стал для канадцев результативным. Жульен Готье один из ассистентов в составе канадской команды. Есть Дебуа, который капитан. Ну и Шабо и Руа, еще два ассистента. Вообще так привыкли мы, да, что есть капитан и два его помощника. Но в Северной Америке частая история, когда три человека являются ассистентами. Два выходят на матч с буквой А на груди. Но иногда в домашних и в гостевых матчах меняются эти люди. Иногда просто по сезону. Иногда кто-то выбывает из-за травмы. Сейчас повтор видно, что защитник, это был шестой номер Егор Зайцев. Читал, собственно говоря, развитие атаки. И попытался клюшку оставить на линии передачи. Но все-таки дошла шайба. То Дебуа, который уже и выкладывал ее на пятак под накатывающегося на пятак Котье, который открывает счет в сегодняшнем матче. Ну а так, я напомню, просто предыдущий эпизод, когда шея попала в шлем Сухачеву и не стали, не стали судьи останавливать матч. Ну и после этого в этой же смене канадцам удалось открыть счет. Но справедливости ради не будем забывать, что дважды в большинстве сборной России играла по ходу второго периода. И так по-настоящему хороших угроз в воротам сборной Канады создать не получилось. Моменты были и куда лучшие моменты были у российской команды для того, чтобы выйти вперед или забросить первую шайбу в пятом матче суперсерии. Но в итоге все-таки удалось сделать это Канадцы. Все три нападающих поучаствовали в этой атаке, но и не среагировали на включение Жюлиена Котье на пятаке. Тут, может, и крайний нападающий должен был подстраковывать. И видно, что среагировать-то среагировал крайний нападающий на подключение, но немножко поздновато и помешать уже Жюлиена Котье не сумел. Выходит из зоны россияне, но теряет шайбу. Возвращается назад Крикуненко, страхуете партнеров Козелзианов. Но все равно возникают предпосылки для опасных моментов. Ворот Сухачева играет Жюлиен Котье. В углу площадки его поддерживают партнеры. Три канадца, но большие проблемы создавали четверым россиянам. Крикуненко выходит из зоны передачи на правый фанк. Скорость на Данила Юртайкина. Алексеев приезжает помогать. Вот теперь же три в два доедет на борт. И здесь численное преимущество на стороне канадцев. Ну и причем не удалось шайбу в глубину зоны завести. Так где-то на полборта боролись нападающие российские команды, тем более в меньшинстве. И канадцы вот только добрались до шайбы. Быстренько вывели ее в среднюю зону. Сейчас сборная России пытается вернуть шайбу в зону канадской команды и провести атаку. Хороший момент был для броска по воротам у Германа Рубцова. Она чуть не легла шайба на клюшку нападающего сборной России. Рубцов отдает за ворот, поставит жестко корпус Виталий Абрамов. Ему на лед завалили. Снова Рубцов. Сильный перевод, хороший перевод, но затянул с броском сейчас Тимур Фаткулин. И вот когда он его наносил, наверное, уже другое решение предполагалось. Но все-таки нашел, да. То есть может и бросок сходу, или быстрый бросок был бы куда более неприятным для вратаря сборной команды Канады. Но все равно нашел возможность для того, чтобы довести дело до броска по воротам. Ждал, пока нападающие подъедут, потому что справедливо стирать никто там особо не мешал. Вратарю канадской сборной увидеть момент броска. Поэтому Фаткулин с одной стороны задержал немножко бросок, с другой стороны дал время нападающим приехать на пятак. Но все равно момент броска Калум Бут видел очень неплохо. И в итоге с этим броском Фаткулин исправился. Да еще и, я так понимаю, за атаку вратаря. Две минуты заработала Виталий Абрамов. В концовке второго периода большинство у сборной лиги Квебека. Два таких нарушения за период составилось. Одно у нас, другое у канадской команды. Вторая попытка поиграть в большинстве для хозяев площадки. Первой, показали нам цифры, пять бросков. Они нанесли поворотом Владиславу Сухачеву. Это как раз обеспечило такую серьезную разницу в данном компоненте по первому периоду. Шабо налево отдает, возвращается ему шайба. На синей линии 27 номер дирижирует атакой своей команды. Отдал налево. А вот здесь перехват и мог убегать в контратаку Павел Корнаухов, если бы чуть удачнее шайба отскочила. Но он все равно, все равно тратит время канадцы на вот эту борьбу у борта. Выигрывает все-таки шайбу и закатывается в зону атаки. Было возможно даже, пожалуй, убежать один на один. И так как Корнаухов правильно все делал верхом на свободный лед, выкидывал. А вот опасный момент и не проходит передача через пятачок. Чмыхов там каким-то чудом эту шайбу зацепил. Игрок-то был открытый на дальней штанге. Еще один перевод. Пас на пятак. Бросок. Гол. 2-0 в пользу Квебека. Да, разыграли-то здорово. Поперечная передача и в одно касание обратно на пятак. Прямо на клюшку Никола Руа. И тот быстрым броском отправляет шайбу за скину Владиславу Сухачеву. Так прямо по геометрии разыграно здорово. Одна поперечная передача. Обратная поперечная передача в одно касание. И здесь также Готье поучаствовал в этой атаке. И большинством канадцы воспользовались таким образом, доведя свое преимущество до двух шайб во втором периоде. На щитках оказался Сухачев, как будто ждал броска. И вот эта передача на пятак для него стала в какой-то степени сюрпризом. 2-0 в пользу сборной Квебека. Забрасывает шайбу Николя Руа. Игрок Шкутимий Сагененц. Сагененц. Вместо команды. Остановлена встреча. Опять же к разговору о спецбригадах. О большинстве и меньшинстве об игре в неравных составах. В отдельно взятом матче этот компонент способен очень сильно упростить жизнь команде, которая имеет преимущество в этом компоненте. И вот сейчас по два удаления в сегодняшнем матче. Одно удаление было у сборной команды России в первом периоде. Потом два удаления у сборной лиги Квебека, которыми российская сборная не воспользовалась. И вот в конце второго периода в большинстве забивают канадцы. И таким образом создают очень неплохое преимущество для себя. Две заброшенные шайбы во втором периоде и 2-0 за 40 секунд до окончания второго периода. Руа ассистировали Дюбуа и Готье. Они набирают по 2 очка сегодня. Две передачи у Пьера Люка Дюбуа, капитана сборной Квебека. Ну и 1 плюс 1 у Жульена Готье. Дюбуа третий номер драфта 2016 года. К нему, конечно, большое внимание. Выбран Каламбусом. Поэтому в юниорской лиге Квебека получил такой ежегодно вручаемый прискать личность года. Трофей, который может получить не только игрок, но и представить тренерского штата команды. Кто угодно. Так, причем немножко неожиданный был этот выбор Каламбуса для многих. Но, тем не менее, значит, менеджмент Каламбуса что-то разгледел в этом игроке, что позволяет им рассчитывать на то, что в ближайшее время он появится в составе клуба Каламбус для Джекетс. Но не в этом сезоне, скорее всего. Атакуют россияне и в атаке встречают сирену, извещающую о завершении второго периода. Два гола на счету канадцев. Жульен Готье и Николя Руа отличились. После перерыва ждем попыток сборной России отыграться. Стартовал третий период. Нужно отыгрывать отставание в два гола сборной России. Активное начало продемонстрировали в первой и второй двадцатоминутке канадцы. Посмотрим, как сейчас пойдет. Так, достаточно активно два нападающих пошли, но зафиксировали отцель. Лэнсмены в этой ситуации, положение вне игры. И, собственно говоря, оказывает давление на игрока, владеющего шейбой. В этой ситуации было нельзя. Были вынуждены нападающие канадские команды выходить из зоны. Ну и за счет этого без проблем и россияне выбрались из своей зоны, перешли в атаку. Ну и два автора заброшенных шайб сегодня на ваших экранах. Николай Руа, который защищает цвета местной команды. И Жюльян Гатье, который открыл счет во втором периоде в матче сборных России и молодежной сборной Лиги Квебека. Но неплохо, да, за шесть последних матчей за клуб человека 9 голов и 9 результативных передач. Нечто запредельное. Три очка за игру в среднем. Атакуют россияне. Неплохая возможность, лишь бы офсайда не было. Офсайда нет. Вошел в зону Яков Тренин. Бросок с острого угла. Отбивает Колумбут за ворота. И теперь уже канадцы выбираются за осеннюю линию. В очередной раз потеряли шайбу из вида. И причем воспользоваться этим истероссийская команда не смогли. Потерял шайбу в средней зоне нападающей сборной Канады. И была возможность быстрой передачи вперед организовать атаку с хода. На ворот не получилось этого сделать. Перехватывают шайбу канадцы. И устремляются в атаку на правом фланге 44 номер. Максим Камтуа. Замах. Это уже Шабо. Но активный защитник заметный. Сегодня часто через него розыгрыш строит сборная Квбека. Камтуа. Силовой прием в исполнении Григория Тронова. Один из самых габаритных игроков в составе нашей команды. Воспитание магнитогорского металлурга. Ну и можно отметить его по сегодняшней игре так и надежно. И в некоторых случаях очень грамотно действовал Дронов. Таким образом отводя угрозы от ворот российской команды. Две передачи у него в этой серии. Тоже уже успел поиграть и в континентальной хоккейной лиге за магнитогорский металлург. То есть действительно игрового опыта достаточно у этого защитника российской команды. Трессингует россияне. Переходит к ним шайба. Сыграл вот так не глядя. Павел Корнаухов запустил шайбу по борту. Запустил вперед своих партнеров. Разворачивается резко Никита Ли. И пас за ворота. Там никого из игроков в белой форме нет. Но он не ослабевает прессинг. Ли применяет силовой прием. Два форварда российской команды отборолись в зоне соперника. Но все, что могли, сделали силовой в центре площадки. От Кирилла Беляева. И шайба уже у россиян. Посмотрим. Сейчас нужно отыгрывать две шайбы. Для этого, во-первых, нужно большей частью владеть шайбой. Во-вторых, пытаться организовать атаки где-то в зоне сборной Канады. Мы видим, что и Канады сейчас не так, чтобы активно идут на защитников. Имея преимущество в две шайбы. Но вот в такой ситуации пока пройти среднюю зону у игроков российской сборной не получается. Синяя линия перекрытая. Возвращается в зону Кирилл Ураков. Переводит игру на противоположный фланг. Квартально подправляет вперед своего партнера. И выбивает шайбу у Александра Волкова. Вроде был на скорости, но пошел лоббыш в средней зоне. Не сумел сохранить шайбу. И в итоге это атака российской команды прервалась достаточно рано. Еще на выходе из собственной зоны. Положение вне игры зафиксировано. Но в этой канадской атаке показывает нам скамейку хозяев. Доминик Дюшарм возглавляет сборную КВБ. Он же поедет на молодежный чемпионат мира в качестве главного тренера. Возглавляет Драманвиль, команду как раз из КВБ. И в 2013 году был признан тренером года. Не только в КВБ, а в трех главных лигах Канады. Рикошет. Рикошет на пятаке перед воротами Владислава Сухачева. Неприятная всегда ситуация. Но он в этой ситуации сумел среагировать на это. Успел среагировать на это вратарь российской команды. Это как раз один из самых быстрых нападающих сборной КВБ. Алекс Дости в этой ситуации выкидывал шайбу на пятак. И рикошет от защитника сборной России. Неприятный, но... А вот еще один рикошет и тоже неприятный от клюшки Пьера Люка Дюбуа. Два очка у Дюбуа сегодня за третьим шоу. Закатился в зону 13 номер. Алекс Дости отвезли его в угол. Ведет борьбу Залзянов за воротами. Приезжал к борту соперника. Силовой прием против Жолиена Готье. Здесь не выпускают канадцы шайбу из дома. Передача на пятак. Там никого нет. И вот это пас, который называют часто лишним. Мог бросать канадский игрок. И прям, скажем, пожалел российскую команду. Стал, да, обрабатывать шайбу. И неудачно это сделал нападающий. Хотя вывели его на ударной позиции. Все-таки получил он шайбу. Но нанести бросок по воротам Сухачеву не получилось. Сейчас Дронов мимо шайбы. Который как никого рядом не было. Долго стоял за воротами. Долго эту атаку готовил. И с передачей возникла проблема. Бросок попадает в соперника Самуэль Жерар. 94 номер. Еще один бросок. И вот уже в игре. Владислав Сухачев. Шайба выходит в среднюю зону. Разыгрывает между собой канадцы. Силовой прием Дронов подкатился под соперника. Но освободил зону сзади. Этим могли канадцы воспользоваться. Опасный момент. Он был создан. И продолжает атаковать хозяева. Бросок в ближний угол. Гол 3-0. И это Томас Шабо. Как раз его встречал Дронов. На синей линии. Зона обороны российской команды. После чего возник первый опасный момент. Как-то вот так получается. Что по несколько моментов сразу канадцы создают. И так и забрасывали первую шайбу в ворота российской сборной. И сейчас была возможность. Вывели на бросок Томаса Шабо. Защитников вообще сборной команды КВБ мы отмечали. И здесь Ходи садился под бросок Камиль Фазелзянов. Пытаясь заблокировать бросок от синей линии. Но такой очень плотный бросок получился. И уже прям не от синей линии. Глубоко в зону вкатился Томас Шабо. И таким образом отправил третью шайбу в ворота российской команды. Томас Шабо. Обладатель бронзо-нью-йоркского чемпионата мира 2015 года. Так даже в сезоне 14-15. Провел матч самых перспективных игроков в CHL. Ну такой аналог матча завел. Только там еще и серьезная битва за результат идет. Что даже интереснее. В общем перспективный защитник. И с большой вероятностью увидим мы его на молодежном чемпионате мира. 3-0 пользу Квебека. Дело идет к тому, что у россиян не получится выиграть целиком эту серию. Что не отменяет важности и следующего матча. И отдельно взятого третьего периода в сегодняшней игре. Чуть меньше 14 минут осталось. Потому что идет просмотр. И для Брагина тут буквально каждая смена это пища для размышлений. Ну да. Ну и две игры подряд. Я просто напомню. Потому что можем задаваться вопросами. Потому что нужно добавлять в третьем периоде. Так просто по счету сложилось. Что канадцы две забросили шайбы во втором периоде. И сборной России надо отыгрывать. Тут вопрос. Сколько сил осталось после предыдущего матча. Который был буквально вчера. И в другом месте. После которого сборная России вынуждена была еще и пролететь. Около 900 километров. Непростая задача перед молодежной сборной России. Сейчас на данный момент. И отыгрываться в третьем периоде. И еще и пропустили шайбу. Таким образом усложнили в себе задачу. В третьем периоде пятого матча суперсерии. Тренер сыграл на партнера Рубцов. У него чуть было не отобрали шайбу. Но вроде бы дальше поехал за ворота Рубцов. Массивная атака сборной России. Защитники назад не откатываются. Помогают нападающим. И возникают проблемы у канадцев. Но какое количество единоборств мы сейчас наблюдаем у борта. Рубцов разворачивается в одну сторону. В другую. На синюю скидывает. Бросок. Верхом летит шайба. Отскакивает к лицевому борту. Одиноборство в углу. Еще одно. Но видно уже наелись наши нападающие. У Абрамова сил нет. Хотя он обозначает свое присутствие в зоне атаки. Сейчас посмотрит. Посмотрит на канадцев. Сам тоже меняться. Поедет. Но и не торопится. Начинать на атаку. Симон Бурк. 24 номер. Хорошую смену проверили. Три нападающих. Тренин Абрамов. Который продолжает находиться на площадке. И Рубцов. Может за это и стоит. Зацепиться сейчас сборной России. Нужны какие-то эмоции. Сейчас. Потому что не так, чтобы много получалось. А в сегодняшнем матче нужно, чтобы что-то положительное случилось на площадке. И вот как раз очень неплохую смену. Сейчас игроки тройки нападения Рубцова провели. Действительно можно попробовать зацепиться за это. И как бы просто продолжить то, что уже получалось на площадке. Вот в предыдущей смене. Хотя сейчас рекламная пауза, которая конечно не способствует. Но с другой стороны дает возможность тренерскому штабу внести определенные изменения. Либо в составы, либо в игру. Следующая встреча состоится с 17 на 18 число. В 3 часа ночи по московскому времени. Следите за трансляциями на Матч ТВ. И снова, кстати, российской команде придется путешествовать. Следующая игра состоится в Байком. Да, это тоже Квебек, но все-таки. Постоянно локация меняется. Постоянно новые условия. Хотя кто сказал, что это плохо. Новые впечатления, в том числе для игроков. Ну и это тоже традиционно. В данном случае будет и время для отдыха. И подавляющее большинство из игроков, которые сегодня одели форму сборной команды Лиги Квебека. Тоже будут путешествовать для того, чтобы принять участие во втором матче против сборной Юниорской Лиги Квебека. Ну и, соответственно, в последнем матче Суперсерии 2016 года. Большие рекламные тайм-ауты в Северной Америке. Это начинается не Ван Хэллд, это начинается с юниорских лиг и к такому формату проведения матчей. Многие игроки готовы. Где-то даже планируют, как эту паузу проводить. Ну и телевидение связано это в первую очередь, конечно, с телевидением. И так же и в Северной Америке тоже матчи молодежных лиг, в том числе и Лиги Квебека, достаточно часто показываются. Ну практически все игры, скажем так, на местных каналах, практически все лиги, все игры показываются. Интерес к молодежному хоккею в Канаде очень и очень высокий. Ты привыкал к этим паузам в Америке? Ты знаешь, я бы не сказал, что привыкал. То есть как раз на лавке это так не чувствуется. Во-первых, много рекламы самой нету, потому что я не вижу. То есть она есть, но ее просто не видно. А во-вторых, действительно на пользу идет. И вот потом обратно привыкать ты чувствуешь, что что-то не хватает. Но сейчас ты уж практически везде. Рекламные паузы, разные продолжительности, но существует. Завалил соперника за воротами Тазалзянов. Но вот отобрать шайбу это одно, выйти из зоны это другое. Это две разные задачи. И если с одной сборной России может справиться, то с другой не факт. А вот это хороший проход, который завершил броском Юртайкин. Неплохой момент. Вот сделай сейчас счет 3-1. Любопытно было бы на оставшиеся 11 минут посмотреть. Ну да. Было бы не только любопытно, но и полезно. Я вот говорил, что что-то положительное должно случиться для сборной России. И как раз в этой ситуации заброшенная шайба позволит вернуть эмоции. И как бы и наоборот уберет усталость, которая может накопиться на данный момент после двух матчей за два дня. Пока и видно по игре, что стараются какие-то сборные России, но очень немного получается. И вот у Юртайкина в третьем периоде, пожалуй, был лучший момент для того, чтобы приблизиться в счете к сборной команде Лиги КВБ. Чмеха возвращается назад. Его встречает один игрок-соперник. Резкое торможение за воротами. И опять смена. Вот это характерная такая черта нашей команды. Очень часто защитники тормозят, ждут своих партнеров. В КВБ такое встречается, но гораздо реже. Ну и вообще в Северной Америке такое встречается гораздо реже. Потому что подавляющее большинство команд играет в давлении, играют активно в тяжелой зоне. И просто не дают сопернику возможность спокойно смениться, спокойно раскатиться. Нам показывают момент, который был у Юртайкина. Не получился бросок в самый последний момент. Сошла шайба с крюка. Ну и там возвращались хоккеисты сборной Канады, пытаясь помешать. Ему бросок не получился, но шайба-то просочилась между щитков. Даже опаснее могло выйти, потому как низом между щитков вполне такие шайбы закатываются. И регулярно мы это видим по ходу матчей. Середина периода позади. Остается атакуются канадцы шайбы на пятачке. У ворот Сухачева не видит ее наш вратарь. Слетает шлем у канадского игрока. Встреча остановлена. Свисток прозвучал. Ну и активен был на пятаке Габриэль Фонтен. Здорово. Клюшко сыграл Сухачев в этом эпизоде. Там защитник уже не успевал вернуться, чтобы помешать нападающему сборной Канады вытащить шайбу на пятачке. И Сухачев очень грамотно в данном случае просто не позволил нападающему сборной Канады выйти на ударную позицию, чтобы нанести бросок. Очень грамотно Клюшко выбил шайбу и таким образом остановил продвижение нападающего. К воротам сборной России. Нападающего сборной Канады. К воротам сборной России. Отлично по моменту. Отлично, надежно и просто сыграл Владислав Сухачев. Три заброшенные шайбы. На данный момент все три на счету игроков в молодежной лиге Квебека. Ну вот это вот первая заброшенная шайба в сегодняшнем матче. Шайба Жюльена Готье, которая на данный момент является победой. После этого шайбу в большинстве тоже разыграли. Разыграли здорово все канадцы в большинстве. И Николаруа забрасывает вторую шайбу. Но еще и к этим двум шайбам второго периода. Томас Шабо добавил свою шайбу уже в периоде под номером три. Установив счет, который сейчас на табло 3-0 в пользу канадской команды. Россия не больше четырех по ходу этой серии не забрасывали четыре гола в третьем матче против сборной Онтарио. Победа 4-3. Говорят, могли и больше, особенно если бы в большинстве сыграли успешнее. Но что есть, то есть. И так качельно получается, что удается в победном матче и забросить неплохо и в обороне отыграть надежно. То следует такой провал 1-4, 2-5. Матч против Запада и против Онтарио, соответственно, матч проигранный. Стабильности нет. Это, наверное, тоже про молодежный хоккей в целом. Наверняка. И есть, мы говорили и не раз говорили, еще наверняка не раз скажем в трансляциях на Матч ТВ. Что это как бы один из основных этапов при подготовке к молодежному чемпионату мира. Это действительно 6 игр, 6 тяжелых игр с командами, уровень которых, ну, высок настолько, что позволяет сравнивать их с лучшими командами на молодежных первенствах. Поэтому, в свою очередь, какой бы ни был результат в итоге, но информации для тренерского штаба очень-очень большое количество, которое потом позволяет лучше делать выбор. Даже в НХЛ сейчас нет такой стабильности. Смотришь, там Мэтьюс Лайны, да, молодые звезды, они там чуть ли не завтра затмят овечки на кросби. Но то покер и хит-трик, то минус 2 показатель полезности, и такие игры чередуются. Это абсолютно нормально в таком возрасте. Долго держал в игре нашу команду Владислав Сухачев. И, опять же, можно вспомнить буллит из первого периода. И неплохой розыгрыш большинства в исполнении канадцев. Ну, опять же, что касается вратаря, то я думаю, что претензий к нему вообще минимум. Безусловно, может быть, в моменте с третьей заброшенной шайбой мог сыграть получше, но с другой стороны все-таки позволили защитнику и принять шайбу, и посмотреть, и приложиться так хорошо там на реакции. Не так просто справиться с таким броском, а что касается первых двух заброшенных шайб, то там и выручить было практически невозможно. А до этого очень и очень надежно играл Сухачев, и шансы для сборной команды России сохранял. Передача не глядя в исполнении канадского игрока. Это оборачивается потерей. Не побежал вперед нападающий вроде как. Была возможность попытаться уйти в атаку схода, но Денис Алексеев предпочел сохранить шайбу для своих защитников, и, видимо, поехал меняться. Пора его, ему и его партнерам было меняться. Может быть, и славки подкликнули, чтобы сменились нападающие. Именно поэтому не выбежал вперед нападающий российской команды. Еще одна остановка. В третьем периоде побольше. Побольше остановок, так немножко дробится игра. Да, вот здесь можно посмотреть. Мог выручить, не мог выручить. Но на самом деле там и мешали ему два игрока на пятаке. Еще и один из игроков российской команды выкатывался для того, чтобы заблокировать бросок. Просто с одной стороны похвально, с другой стороны не надо забывать, что и вратарю в такой ситуации разведить шайбу не так просто. Поэтому все сложилось очень неплохо для канадцев. И таким образом была заброшена третья шайба, и на данный момент канадцы ведут. А вот момент у россиян бросает Павел Корнаухов. Впадает в щиток в вратарю. Ответ сборной Квебека. Втроем выкатывались на ворота, но разыграть не получилось. Ох, какой силовой прием. Между двух соперников Никита Ли оказался. Вступается Корнаухов за своего партнера. Момент-то есть. Вот сейчас уже дали. И у Корнаухова хороший момент сейчас был. И в тот же самый момент у Юртайкина мы отмечали, реализовать не получается. Как раз может быть в завершении свежести-то и не хватает. Вот ты говорил про эмоции. 7,5 минут до конца третьего периода. Сейчас даже если какая-то стычка, что-то массовое или индивидуальное, все равно этих эмоций будет уже недостаточно. Слишком мало времени. Да, сейчас нужно что-то такое положительное в виде заброшенной шайбы, скорее всего. Тогда появятся силы, чтобы побежать, поддавить, навалиться где-то. А так пока моменты есть, но реализовать это не получается. А, соответственно, и эмоции вернуть в игру тоже не так просто. Хотя Валерий Николаевич Брагин знает, что такое отыгрывать отставание в три шаги в третьем периоде. У канавцев, да? Да. Правда, для этого есть подозрение, нужны люди с фамилиями Кузнецов, Тарасенко и Панарин. Будем надеяться, что это, если понадобится, то это Капризов, Воробьев. Что сопоставимые будут люди, да. Да. Полунин. Здесь нету их. Но так, хоккей очень неплохого уровня. В континентальных хоккейной лиге показывают эти молодые нападающие. Нападающие, которые с большой долей вероятности будут защищать цвета российской команды на молодежном чемпионате мира. В очередной раз выручает Сукачев. Правда, ему защитники такой подарок вывали прямо перед воротами. Но выкатился под бросок, сделал шаг навстречу. Это уже, опять же, в очередной раз достаточно грамотно сыграл по позиции Владислав Сукачев, которого, я говорю, повторюсь, упрекнуть в трех пропущенных шайбах. Но я так думаю, что язык не повернется ни у кого. И здесь момент-то был великолепный. Накатился, вложился игрок канадской команды в этот бросок. Но Сукачев сумел эту угрозу от своих воротов вести. Раз уж заговорили про молодежный чемпионат мира, он пройдет в Торонто и Монреале. Традиционно с конца декабря по начало января. Января, но сборная России в группе B как раз с канадцами. Также там будет сборная Словакии, Соединенных Штатов и Латвии. Компания нешуточная. Все это будет в Торонто, на льду Эркенда Центра, в групповые матчи. Да, такая группа, где матчи предварительного турнира уже должны собирать огромное количество людей и как бы огромное значение иметь для участников. Ты же был, да, в Торонто? Там на Кубке мира не всегда собирались аншлаги, но вот на молодежном чемпионате мира, скорее всего, даже больше будет посещаемости. Так, я был и на молодежном чемпионате мира как раз в Торонто. Да, то есть проходил уже в чемпионат мира совершенно недавно. То есть, получается, два года назад прошлогодний проходил в Кельсинке, а до этого проходил как раз тогда в Торонто и Монреале, и финальная часть была в Торонто. И там на игры молодежного чемпионата мира, даже там на ту же самую Данию с Россией, очень и очень неплохо ходили. Я говорю, я вот по ощущениям, и людей было больше, чем на Кубке мира. Но тут не надо забывать, да, что это такое хоккейное время в Национальной хоккейной лиге в Северной Америке, когда народ уже разогрелся хоккеем по хорошему. Вернулся с дачи. А Кубок мира, да, да, все-таки это немножко рановато для хоккея даже, получается, даже в Торонто, даже в Канаде. Ждали мы чего-то сверхъестественного от сборной России. Пока методичные попытки разогнать атаку, зайти в зону. Там повезет, не повезет. И не всегда заходит, надо сказать. Не все получается и у КВБ, но они три своих момента реализовали. Да, для них сейчас задача куда попроще, чем у сборной команды России. Ну и плюс еще и в последних сменах шкачок вынужден выручать. Мы отмечали вот момент с броском, ну, буквально с пятака, и после этого еще один момент был у ворот российской команды. Так что, учитывая, что нужно пытаться отыгрывать, все-таки не нужно забывать, что и в такой ситуации можно и на контратаку нарваться. И непонятно, что, опять же, что выгоднее для канадцев в данной ситуации. То есть спокойненько играть на контратаках, учитывая, что у сборной России пока забить в этой встрече не получается. И моменты тоже продолжаются сдавать у ворот Тачева. Три минуты до конца периода. Вот если бы канадская команда уступала 0-3 к этому времени, я подозреваю, что с большой вероятностью сняли бы вратаря. Пойдет ли на этот ход Брагин. Тут надо, конечно, цепляться впереди для начала, и какой-то контроль за шайбой установить. Вот получилось у квартального и у Александра Волкова. Волков подает передачу через центр. Этот пас перехватывается и сходит шайба с крюка. В момент передачи уже у канадского игрока такая ответочка поступила. Любезностью на любезность. И причем сейчас вторым игроком в обороне остался как раз капитан российской команды. И не совсем удачная передача. Его же передача в зоне нападения в той синей линии, которая была перехвачена. Но очень надежно на месте защитник сыграл девятый номер в Борной России. И шайб перехватил. Так что грамотно, когда надо, по позиции очень и очень действовал нападающий российской команды. Мне кажется, поглядывает на скамейку Сухачев. Но поглядывает-то поглядывает, а шайба в его зоне. И уже очень долго находится. Наброс на пятак. Это именно что не бросок был в исполнении Самуэля Жерара. Он видел своего партнера открытого. Ему пытался шайбу доставить. И выброс со стороны россиян. Здесь что-то торопиться канадцы не будут. Так если есть возможность, просто быстренько длинной передачи в среднюю зону. Дюбуа дальше за ворота российской команды. Ну и теперь нужно преодолевать 60 метров для того, чтобы перевести шайбу в зону сборной лиги Квебека. 40 преодолели, а там еще и 50 благодаря Якову Тренингу, который шайбу обработал. Резко разворачивается Крикуненко. Падает в углу, расстает с шайбой. И вот так незаметно, но очень здорово в этих единоборствах ведут себя защитник канадской команды. Красота какая. А вот засчитают или нет? Арбитр показывает, что это гол и 4-0. Но, может быть, видео-то посмотреть придется. Жулиан Готье прямо габаритами своими воспользовался просто здорово. Не пытаясь даже обыграть защитника, просто прикрыл шайбу корпусом и покатил на ворота. Помешать ему защитник сборной команды России так и не сумел. Преимущество скорости было. Ну и габариты очень приличные у 12-го номера канадской команды. Причем такие уже взрослые. То есть больше 190 сантиметров рост, больше 100 килограммов вес. Ну и это и продемонстрировал в этом эпизоде Жулиан Готье. Так рукой одной отодвинул фактически Щемерова и забрасывает. На данный момент, я уже не знаю, будет просмотр или не будет просмотра, но мы видим, что судьи засчитали, поэтому на табло уже 4-0 в пользу сборной лиги флэбэка. И да, вот идет просмотр сейчас. Недолгим был просмотр. Шайба засчитана 4-0 за минуту и 10 секунд до окончания третьего периода и пятого матча. Суперсерии 2016. Ну, судя по всему, шайба пересекала линию ворот раньше, чем были сдвинуты ворота. Это причина засчитать голову. Продолжают отаковать команды Квебека. Но вот последняя минута идет. Сборная России уступает в основное время. 10 очков у сборных канадских юниорских лиг. 5 очков на счету российской команды. Но в этом плане можно подравняться, если, повторюсь, 17-го на 18-е число одержать победу над командой Квебека. Пятый матч проигран. Впереди еще одна встреча. Но в целом не оставил какое-то безнадежное впечатление эта серия. Я бы сказал, что да. Что вот сегодня в завершении, в первую очередь, свежести не хватило. Потому что было два очень хороших момента во втором периоде. Для того, чтобы выйти вперед. Большинство в очередной раз, скажем так, нам определенных преимуществ в этой встрече. Хотя были две возможности во втором периоде. Но реализовать их тоже не получилось. Ну и в результате поражение в пятом матче. Исправить что-то за 8 секунд до окончания третьего периода уже не получится. Но, тем не менее, как ты уже сказал, по очкам догнать канадцев не получится. Но, с другой стороны, есть еще одна игра для того, чтобы подравняться по количеству побед. Что, в принципе, тоже немаловажно. И будет день отдыха у российской команды. И я так думаю, что с новыми силами подопечные Балерия Брагина покажут нам куда более веселый хоккей в последнем матче суперсерии. Ну а сегодня 0-4 вместе с вами. За ходом этой игры наблюдали Виталий Магранов и Александр Хованов. Всех благодарим за внимание. И до встречи на хоккее. Счастливо. Всего хорошего.